Привет, добро пожаловать на канал Изи Мьюзик. Меня зовут Дарья Монакова, и это вторая... И это вторая реакция на замечательную Диану Анкудинову. И сегодня мы будем смотреть её ролик с полуфинала проекта «Ты супер». И это будет песня «Реченька». Я решила немножко разнообразить репертуар канала. Это будет песня на русском языке. Также, да, насколько вы знаете, я не просто реагирую, я делаю анализ. Моя реченька Ты течешь, ты не глыбнешься. У меня мурашки просто по всему телу идут. Я не могу. Это вот, если вы увидите, у меня мурашки просто по всему телу. Это очень красиво. Очень красиво, потрясающе просто. То, как она управляет этим звуком и насколько, знаете, насколько это к месту вообще. Это не просто какое-то пустое хвастовство фишками. Я умею так, умею так. Это именно со смыслом. То есть все вот эти вот нюансы, брейки, которые она делает. Это все со смыслом. Вот эти ау. Это все уместно. Ох, я даже не представляю, что будет дальше. Да не улыбнешься. Это что? О, боже. Так, много мыслей. Первое. Она завораживает. Мы это уже знаем, мы это выяснили. Второе. Мне очень нравится ее тон звука именно здесь. Ноты достаточно высокие. Здесь были... И они звучат в белтинговой такой позиции. В принципе, это белтинг уже. Мне нравится, что как бы здесь звук не темный. Он достаточно светлый. Да, в отличие как раз от той записи. Human, да, на той реакции. И здесь звук очень пробивной. Он очень резкий. Белтинговый. Он требует немножко чуть больше работы, чем более низкие звуки, либо более легкие звуки. И прямо вау. Хотя звук достаточно глубокий. Хей! Вот таким примерно делает. Агутидо, 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 подлогой не так. Немножко ложные связки начали подключаться к той высокой ноте, которая... Вообще, сжатие пошло. Но, опять же, тут зависит от удобства. Если удобно петь, то я не вижу в этом ничего плохого. Это именно тоже, опять же, агилеровский нюанс, когда ложные связки начинают подключаться, и получается легкий distortion. И у нее примерно то же самое получилось. Бывает так, что это именно как защитный механизм срабатывает, но бывает так, что это специальная фишка. Лично меня это не покоробило. Наоборот, это очень классно слушается. Возможно, она немножко добавила воздуха мощнее, чем ей нужно было. Тоже бывает такое, но все равно. Субтитры создавал DimaTorzok Да, конечно, нажали бы уже сразу же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, в общем, мои нервы не выдержали, потому что ее энергетика меня продавила конкретно. Так, спокойствие. Спокойствие. Это одно из самых крутых исполнений на русском языке. Видите, мне даже голос подсел немного. Если меня цепляет, меня сразу на эмоцию берет. Это сильно. Я даже не знаю, что сказать. Знаете, здесь как бы говорить не хочется уже. То, что мы посмотрели первый раз и то, что мы увидели здесь. Вот здесь было все вот прям настолько. Прям вот это ее. Это ее песня. Это ее звук был. Той песни, наверное, не хватило. Возможно, звук был очень глубоким. Здесь я понимаю, что я здесь 14 лет. Голос достаточно юный. В принципе, он у нее с возрастом должен становиться крепче. Тембрально она не сильно поменялась. Как раз к рассуждению о вокальных фишках. Мы можем привести какие примеры именно очень самобытных певцов. Шакиры. Пример Адель. Пример Стинга. Джареда Лета. Да их на самом деле очень много. Все люди, большинство людей, которые на мировых сценах находятся, они имеют отличительную черту какую-то. Вокальную отличительную черту. То есть вы слышите этот голос, вы понимаете. Я знаю, кто это. Если мы рассмотрим всех этих певцов, у них эта индивидуальная черта проявляется в отдельных моментах. Не на всем звуке они однообразно поют. У них какие-то тембральные моменты проскакивают. И вот здесь было именно так. У нее есть тембр. Он достаточно низкий, достаточно глубокий. И моментами она его разбавляла. И это было очень круто. И звук был полетным. Звук был просто... Ну, он пронзает просто тебя. В сравнение немножко привожу. Вот в той записи простота, наверное, запись была сделана, когда она была старше. Там немножко вот прямовато это слушается. Ей очень важно найти вот то звучание и пользоваться им в разных направлениях, как здесь. Может быть, голос здесь не очень окрепший. Но здесь это звучит настолько к месту и настолько прям пронзает все. И, конечно, стоит отметить, что ей очень-очень подходит фолк-репертуар. Это даже не Пелагея, да? Это даже не вот такой фолк. Это фолк как Florence and the Machine. Как бы ближе к современной музыке. Но при этом у нее считается фолк. Потому что она даже поет соответствующе. И очень самобытно, кстати. И я еще раз отмечу, что, конечно же, таких талантов, как Диана... Ну, у нас в России таких талантов... Ну, они не поддерживаются просто. Только, не знаю, зрители ее могут поддерживать. Фанаты могут ее поддерживать. Люди как-то продвигать ее могут. Именно своими силами. То же самое реакции, да? Какие-то делать, как мы сейчас делаем. Это голос для больших сцен. Хочется, чтобы она выбилась, конечно. И у нее такая сильная энергетика. Мне кажется, что она сможет это сделать. И вы ей можете помочь в этом. У нее мама замечательная, которая ее во всем поддерживает. Родители талантливых детей, которые поддерживают в них этот талант, они герои. Потому что очень сложно отказаться от каких-то своих дел, от своих хотелок. И посвятить себя другому человеку. А вы знаете, что музыкальный бизнес, он достаточно крупный бизнес. И если вы окунаетесь, то, по сути, это забирает все ваше время. Естественно, Диана становится старше. Но я понимаю, скольких сил требовали поездки на эти конкурсы, требовали подготовки. И это и деньги, это и терпение, и волнение. Хочется просто верить и надеяться, что Диана найдет, во-первых, очень хорошего педагога, который ее, первое, не загубит, который будет ее развивать во всех направлениях. А голос очень в вариативе. И, конечно, ей важно выходить на международный уровень. Ну все, я высказалась. Ну что, надеюсь, вам понравился этот ролик. Возможно, вы с чем-то были не согласны. Возможно, вы были согласны со мной. Вы можете мне написать в комментариях, что вы думаете по поводу этого выступления. Ну, по поводу прошлого, вы можете посмотреть прошлую реакцию. Опять же, да, это лично мое, конечно, мнение. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что были со мной. Я не знаю, как оправиться после этого выступления. Оно меня, правда, до глубины души прямо тронуло. Подписывайтесь, подписывайтесь ко мне на канал, ставьте лайк. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни один выпуск на моем канале. А я выпускаю очень много интересных роликов про других артистов, про вокальные техники, как их исполнять. Спасибо, что были со мной. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok